МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 150 километров в удалении от центра столицы республики. Марибеляморское сельское поселение сейчас включает в себя 15 населенных пунктов, разместившихся на достаточно обширной территории в 25 тысяч гектаров. Поселение небольшое, здесь проживает не более 3 тысяч человек, каждый дом подключен к системе энергоснабжения. Именно для потребителей электроэнергии, проживающих в населенных пунктах, отдаленных от районных центров, и работает мобильный офис энергетиков. Важно, чтобы жители вне зависимости от места проживания были в курсе изменений законодательства и знали о новых услугах ресурсоснабжающей компании. Народ относительно платит, платежеспособный, вменяемый. Приезжают их работники, мы вместе с ними проходим профилактическую работу, проводим, что оплата должна быть своевременной, так как отлучат, подключиться будет сложно. При подключении там тоже денежные средства будут требоваться, поэтому народ информацию понимает и платит в срок вовремя. Именно для того, чтобы лично ответить на все интересующие вопросы потребителям электроэнергии в Марибеляморе была организована работа мобильного офиса ТНС «Энергомариэл». Здесь потребители могут переоформить договор энергоснабжения, подать заявку на перепрограммирование приборов учета, оформить доступ к услуге личный кабинет и, конечно, оплатить счета за электроэнергию, не допуская задолженности, а как следствие отключения подачи электроэнергии. Рассылаем мы ежемесячные претензии, рассылаем уведомления, по телефону переговоры ведем, по снижению дебюторской задолженности и по мерам наказаний, которые могут последовать в случае неоплаты. Здесь где-то 800 с небольшим потребителем у нас, процент оплаты 95%. Специалисты ТНС «Энергомариэл» представили в Марибеляморе новую услугу – электронную квитанцию, доступную всем пользователям с первого числа текущего месяца. Преимущества такого вида расчетной ведомости налицо. Приходит она раньше бумажной квитанции, защищает личные данные потребителя, позволяет оплатить услуги в любое удобное время, в том числе и своих родных и близких. По словам посетителей мобильного офиса, специалисты компании не оставили ни одного вопроса неотвеченным. За электроэнергию я плачу все время, вовремя. У нас везде можно заплатить, можно и в Туреке в Сберкассе заплатить, можно и на почте заплатить. А вот сегодня решила прийти сюда, объявление просчитала и пришла. Хотела проконсультироваться насчет личного кабинета. Мне все объяснили, все рассказали. Вопрос задала про ночное и дневное. Так как у меня двухтаритный счетчик. Меж тем не обошелся выезд специалистов компании в столь отдаленный населенный пункт и без мер предупредительных. Здесь нет заоблачных долгов. Обычно сумма задолженности не превышает нескольких тысяч рублей. Но и это для многих потребителей зачастую оказывается неподъемным. Впрочем, как и неподъемными оказываются, и сами нерадивые потребители. Отключение электроэнергии – это то, что ждет мужчину в самое ближайшее время. А подключить вновь – это, как показывает практика, становится куда затратнее, чем просто не копить долги и оплачивать услуги вовремя.